В этот год человечество демонстрировало свои достижения на всемирной выставке в Брюсселе. Свыше 50 государственных флагов развивалось на Экспо-58. Непрерывным потоком шли посетители в советский павильон. Более 30 миллионов человек побывали здесь. Смотрели. Думали. Старались понять, почему выстоял Сталинград. Почему русские первыми запустили спутник. В чем секрет всех их успехов? Идеи отцов также дороги сыновьям. Новые поколения продолжают дело, начатое тогда, в октябре. Да, вы страна вечной юности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы сверяем часы по бою кремлевских курантов. Но страна наша велика. И даже Новому году, чтобы пройти по ней, требуется целых 11 часов. В то время, когда в столице звучали новогодние тосты, у восточных окраин уже начинался первый день трудового 58-го. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вся страна поднялась. Наши сроки настали. Мы вступаем в просторный, прославленный век, о котором все лучшие люди мечтали, и в котором еще не бывал человек. В стране к этому времени уже работало 200 тысяч крупных предприятий. Выпуск промышленной продукции за годы советской власти возрос в 50 раз. Первые дни 58-го. Сегодня это уже история. И кинокадры, снятые тогда на строительстве Волжской ГЭС, не что иное, как исторический документ. В те первые дни года страна готовилась к выборам в Верховный Совет СССР. Трудящиеся называли имена своих кандидатов. Вот один из них, Михаил Привалов, герой социалистического труда. Металлурги осваивали Приваловский метод скоростной плавки. Студенты слушали Приваловские лекции. А его университетом был Кузнецкий комбинат. Он строил эти цеха. И с тех пор варит здесь сталь. Свой опыт передавала молодежи Исофия Буачидзе, заслуженный деятель наук, доктор медицины, автор многих научных трудов. В 58-м жители Аджарии назвали ее своим кандидатом. Много авиарейсов совершает Иван Малякин, хотя профессия у него совсем не воздушная. Он капитан рыболовного сейнера. Но здесь, на Камчатке, к избирателям можно добраться только самолетом. 16 марта, день выборов. На этот раз потребовалось более 40 новых избирательных округов. По сравнению с прошлыми выборами 1954 года, число избирателей намного возросло. Сказался рост народонаселения. Блок коммунистов и беспартийных одержал убедительную победу. За его кандидатов проголосовало более 99% избирателей. Весна в этом году была дружной. Смотрели знатоки на чистые струи воды снежницы и говорили, быть урожаю. КОНЕЦ Той весной в Москве впервые проходил большой праздник музыки. Международный конкурс пианистов и скрипачей имени Петра Ильича Чайковского. Победитель среди скрипачей Валерий Климов. КОНЕЦ КОНЕЦ Первый среди пианистов 23-летний американец Ван Клиберн. Второе место заняли советский пианист Лев Власенко и китайский музыкант Люши Кунь. КОНЕЦ Этим пальцем теперь уже не суждено касаться клавиши. Хунвейбины раздробили Люши Куню кистью рук за то, что он исполнял музыку буржуазного композитора Чайковского. Такова одна из сторон культурной революции, которую проводит сейчас группа Мао Цзэдуна. Но вернемся к событиям 58-го. Своим успехом сказал Ван Клиберн Я во многом обязан замечательным советским слушателям, тонким ценителям и знатокам музыки и блестящему дирижеру Кондрашину. Я полюбил вас. Мне всегда будет недоставать России. КОНЕЦ 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 Много светлых воспоминаний оставил нам 58-й год новостей. В городах росли кварталы и, по примеру, Москвы их называли черемушками. Новоселье справлялись в Сталинграде, Орле, в Киеве. Сколько достопримечательностей в этом городе. Крещатик, Древняя Лавра, Киевская Динамо и районы новостроек, Дарница. А для ровесника 58-го мы храним память о наших городах и такую. Киев, Орел, Сталинград. Это не должно повториться. Мы поднимаем свой голос за то, чтобы благородный дух гуманизма предотвратил развязывание новых войн. Так заявили участники проходившего в Москве 5-го Конгресса Международного Союза Архитекторов. Полторы тысячи делегатов представляли на этом форуме 51 страну. С трибуны Конгресса выступали видный голландский архитектор Ван Эстерн, советский зодчий Каро Алабян, архитектор английского города Ковентри Артур Линг. Их объединяло одно люди должны не разрушать, а строить. В этот год в нашей стране ежедневно справляли новоселье 20 тысяч человек. Каждый день у нас вступали в строй два-три крупных предприятия. Мы помогали строить и нашим друзьям. Бхилай. Здесь, в далекой Индии, советские люди строили металлургический комбинат. И страна чудес удивилась чуду. Давно ли советская Россия сама с тачкой и лопатой начинала строить свою индустрию? Еще одно новое предприятие, проект советское, оборудование тоже советское. изделие русские булочки, баранки. А оценят их вкус жители Кабула. Хлебозавод сооружен в столице Афганистана. Металлургический завод в Болгарии тоже построен с помощью наших специалистов. И наши друзья дали ему имя Ленина. По-разному выражают добрые чувства. 500 участников рейса дружбы, туристы в Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии и других прибалтийских стран прибыли в Ленинград. Балтики быть морем мира. С этими словами ступали они на землю города-героя. Люди светлой надеждой, крылатые. Стало их много. Могучи они. И согнуть их буря не может. Эти строки принадлежат шведскому писателю Артуру Лунквисту, почетному гостю Ленинграда. Добро пожаловать! Так встречал гостей международный трудовой лагерь в украинском селе Купино. Это был своего рода университет мира и дружбы. Более 500 тысяч иностранных туристов побывали у нас в том году. Приезжали из разных стран, чтобы своими глазами увидеть и понять, что же это такое СССР. В этой стране иные масштабы и скорости, иной размах, иные представления о времени. За несколько десятилетий пройден путь, равный векам. Удивительный народ, удивительная страна. Сколько ни путешествую по ней, впереди всегда будет много нового. А здесь можно прикоснуться ко времени. Вспомни древние легенды о народных мастерах, которые строили храмы и гробницы, прославляли в веках эмиров, а сами оставались безвестными. На перекрестках древних караванных путей прошла дорога к новой жизни. Всего лишь один пример. В Таджикистане сейчас на равное число жителей приходится больше студентов, чем в крупнейших капиталистических странах. А если путешественникам доводилось попасть на народное гуляние, они могли увидеть и такое. Это не цирковые артисты. Хождение по канату в Узбекистане спорт. Спорт больших и малых. Маленького спортсмена из Ташкента зовут Эрнест Ким. Ему нет и пяти лет. Он очень любит мороженое и шахматы. Его партнер второразрядник. Но посмотрите, как закончился их поединок. Теперь противник посильнее. И вот результат. Что поделаешь. В состязаниях куда приятнее быть победителем. В горах Кавказа говорят, кто сел на коня раньше, чем начал ходить, проживет до ста лет. Махмуду Айвазову в 1958-м исполнило 150 лет. Представляете, он был лихим джигитом еще во времена декабристов. Труд и здоровье это долголетие. Труд и здоровье. Три золотых медали завоевала на проходившем в Москве мировом чемпионате Лариса Латынина. Свыше ста мировых рекордов установили наши спортсмены в 1958-м году. Среди них было 75 чемпионов мира. Борис Шахлин вышел победителем в личном первенстве «Среди мужчин». Это спортсмен экстра-класса писали о нем в газеты. Четыре золотых медалей вполне заслуженная награда за то большое удовольствие, которое он доставил нам своим выступлением. А за это выступление наградой были аплодисменты строителей Волжской ГЭС. Акробаты московского цирка впервые исполняли номер с помощью такой необычной трапеции. Впрочем, здесь все было ново. Перекрывается Волга. Десять часов потребовало строителям, чтобы остановить течение Великой реки. К концу года дадут ток первые три агрегата этой крупнейшей по тем временам ГЭС. А пока идет торжественный пуск другого энергетического гиганта на Волге – Куйбышевской ГЭС. Страна шла к 21-му съезду партии. Советский народ приступал к созданию материально-технической базы коммунизма – общества, формулу которого определил Ленин – советская власть плюс электрификация всей страны. И Куйбышевской ГЭС было присвоено имя Ленина. Кто не слышал в детстве сказок о волшебнице, способной мановением руки сдвигать горы, останавливать реки, озарять светом все вокруг. В наше время это выглядит так. У пульта инженер Раиса Самоховец. Одно движение и могучая энергия устремляется по проводам. Ее поток вливается в единую энергетическую систему страны. Свершение 20-го века. Советские физики Павел Алексеевич Черенков, Игорь Евгеньевич Там, Илья Михайлович Франк удостоены Нобелевской премии. Они открыли и объяснили особый вид радиоактивного свечения. В честь первооткрывателя он был назван эффектом Черенкова. Люди все глубже проникали в недра атомного ядра и земные недра. Этот комбайн конструкции лауреата Ленинской премии Якова Яковлевича Гуменника заменил 500 горняков. Ученый Николай Козырев долгие часы проводил у телескопа. И вот сенсационное открытие. Он увидел вулканические извержения на Луне. В 58-м мы продолжали штурм космоса. Третий искусственный спутник Земли вес 1327 килограммов почти целый автомобиль. Теперь уже все видели недалеко время первых космических полетов человека. Во всем мире новая победа советского народа была темой номер один. А кое-кто на Западе твердил, что это коммунистическая пропаганда. Что ж, они были правы. Голос советского искусственного спутника Земли был самым убедительным доказательством успехов социализма. За спутником великаном наблюдали десятки лабораторий. Филиал Академии наук СССР в Якутии. Руководит лабораторией по изучению космоса Ариан Кузьмин якутской ученой. Каждый день ведет он наблюдения за далекими неведомыми высотами. А его брат Валерий Кузьмин смотрит на свою родную Якутию из-за облачных высот. Он налетал три миллиона километров. И вряд ли кто-нибудь лучше может видеть, как с каждым днем меняется жизнь в этих краях, меняются люди и их дела. Такому кораблю не страшны льды двухметровой толщины, а расходует он в сутки лишь грамма горючего, атомного. Начались швартовые испытания первого в мире атомохода. Митинг, посвященный этому событию, проходил под девизом «Атом миру». «Атом миру» требовали люди доброй воли на митингах и демонстрациях в разных странах. «Пусть никогда не повторится Ковентри», говорили англичане. «Мы не хотим быть сиротами, атомной смерти скажем нет, трижды нет». Жители Западной Германии требовали немедленно прекращения испытания атомного оружия. Такие демонстрации проходили в Париже и Риме, в Токио и Нью-Йорке. Нет, люди никогда не забудут трагедию Хиросимы. Она поднялась из пепла, чтобы вечно напоминать людям о преступлении американского империализма. 80 тысяч погибли здесь мгновенно. Сотни тысяч человек были обречены на медленную мучительную смерть. это произошло в 45-м. В 58-м испытывались более мощные бомбы. водородные. Что это? Безумие? Нет, политика. Та самая политика на грани войны, которая приносит баснословные прибыли фабрикантам оружия. А это ее последствия. Японские рыбаки, пострадавшие от испытательных взрывов. Борцы против атомной опасности собрались в Токио на конференцию. Еще одна жертва атомного взрыва Чиеково-Танау. Как не вспомнить здесь строки японской поэтессы Ясану Акико, написанные еще на рубеже века. Нет, не родители вложили меч в руку сына, чтоб разить людей. Не для того они его растили, чтоб дать наказ. Погибни, но убей. Каждый участник этой конференции требовал права всех людей дышать неотравленным воздухом, пить незараженную воду. Люди требовали права на жизнь. Организация объединенных наций. Выступает министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко. С этой высокой трибуны прозвучал призыв Советского Союза прекратить испытания атомного оружия. Еще один шаг в борьбе за мир. СССР снова сокращает свои вооруженные силы. Триста тысяч воинов теперь уже бывших воинов возвращались домой. Солдатская служба позади. Они сменят гимнастерки на штатские костюмы, но навсегда останется у них армейская закалка и солдатское трудолюбие, то, что так как необходимо в боевой обстановке. Обстановка в этих краях и в самом деле была боевой. Говорили не полоса, а фронт уборочных работ. Не жатва, а битва за хлеб. Она шла на земле, которую отстояли эти воины. Отстояли во имя жизни. Урожай этого года убирали в более благоприятных условиях. Жизнь показала, что колхозы достаточно окрепли, имеют развитую экономику и подготовленные кадры. Был разработан и принят закон о дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации машино-тракторных станций. Колхозы стали покупать технику. Большая часть артелей убирала урожай своими машинами. Передача техники колхозам способствовала повышению производительности труда. Это был исключительно важный шаг в развитии социалистического сельского хозяйства. Нельзя было терять ни минуты. Наступление на царину шло днем и ночью. Хлеборобов этих памятных дней, как солдат, называли торжественно и уважительно. Сталинградцы, саратовцы, как читавцы. 32 миллиона тонн зерна дала целина. А всего было собрано почти 135 миллионов тонн. Никогда до этого в нашей стране не было такого урожая. Отличным был и урожай хлопка. Его валовый сбор составил 4 миллиона 340 тысяч тонн. Даже самые старые хлопкоробы не могли припомнить другого такого же щедрого лета. В одном только Узбекистане хлопка была собрано больше, чем в хлопкосеющих странах. Бразилии, Пакистане, Турции и Иране вместе взятых. А на этой плантации урожай нельзя измерить обычными мерами. Иван Иванович Штанько не просто селекционер. Он скорее поэт, художник. Хотя по штатам Академии наук СССР такая должность не значится. Иван Иванович создал более двух с половиной тысяч сортов роз. Чтобы цвела наша земля. Чтобы небо над головой всегда было чистым. Гражданин страны Советов, помни. Тебе беречь. Твою Родину. Тревога. На торпедном катере комсомольский экипаж. Это была учеба. Но воины готовы так же четко и слаженно действовать в случае нападения агрессора. Советские предложения о разоружении весьма холодно встречены Западом. На нашей планете неспокойно. Фиприоты продолжали борьбу за независимость. Английское правительство было готово уступить. Независимость? Возможно и предоставим лет через семь, не раньше. Так заявил Гарльд Макмиллан. Бурлила Родина демократии Греция. Реакционное правительство Караман-Лиса усилило террор. Арестован Манолис Глезос, национальный герой Греции, редактор газеты ОВГИ. Его жизнь в опасности. Греческие патриоты требуют. Свободу Манолису Глезосу. Нет неблагополучной в стране, провозгласившей себя образцом западной демократии. Мы требуем уважения к избирательным правам негров, заявил Мартин Лютер Кинг. Сегрегация и цивилизация – понятие несовместимое. А руководитель полицейских в штате Алабама, известный расист Джим Кларк, рассуждал иначе. Черный должен всегда помнить, что он черный. В 58-м году был распущен куклус-клан. Официально. А на самом деле? По-прежнему плали кресты. По-прежнему средневековые балахоны и средневековая жестокость. Америка 1958 года. Такой представляли ее иностранцам. Смотрите, как мы живем. Завидуйте. Это тоже Америка того времени. Правда, туристам ее не показывали. Чему тут завидовать? Президент Эйзенхауэр признавался, у нас есть некоторые экономические затруднения. А это испытанный выход. Гонка вооружений. Больше половины бюджета в год на ракеты, самолеты, бомбы. Эта военная машина будет брошена потом во Вьетнам и забуксует. Но тогда ее создатели говорили, что она вовсе не предназначена для агрессии. Только для обороны. Газеты твердили о красной опасности. В честь советских солдат в тот год был зажжен вечный огонь на Малаховом кургане. Они отдали жизнь, чтобы спасти человечество от фашизма. Они отстояли мир и завещали хранить его. Мир нужен всем. Столевару, врачу, садоводу, ученому, музыканту. Мир нужен рабочему Данилову, кавалеру трех орденов славы. Это он в 45-м. Вот у кого принимает эстафету наша молодежь. В том году страна праздновала юбилей Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Сорок лет пора зрелости. И на груди комсомола боевые и трудовые награды. Юбиляров от имени воинов советской армии приветствовал трижды Герой Советского Союза Покрышкин. Он начинал войну комсомольцам. Вновь звучали слова Ленина. Мы партия будущего, а будущее принадлежит молодежи. Мы партия новаторов, а за новаторами всегда идет молодежь. Для вас, юные ленинцы, мы перелистываем страницы истории комсомола. В то время перед юным коммунаром стоял один вопрос. Ты записался добровольцем? Вот так они были одеты. Вместе с комсомольским билетом мы получали винтовку и 200 патронов, вспоминал Николай Островский. 25 тысяч комсомольцев сражались за советскую власть. Не успели зарасти травой окопы, а комсомол в новом сражении. С разрухой, голодом, неграмотностью. 9 миллионов комсомольцев получили среднее образование. По тем временам это была большая победа. 350 тысяч посланцев комсомола работали на стройках пятилеток. Новая страница истории комсомола, написанная кровью. 3,5 миллиона комсомольцев были награждены орденами и медалями за подвиги на фронтах Великой Отечественной войны. Шли годы. Менялся облик молодого человека. Эти ребята владеют наукой, знаниями, которых не было у первых комсомольцев. Но идеи отцов так же дороги сыновьям. Новые поколения продолжают дело, начатое тогда, в октябре. Вот он ответ, почему выстоял Сталинград. Почему советские люди первыми запустили спутник. В чем причина всех наших успехов. И по-прежнему горячая, задорная комсомолия готова к новым подвигам. Алый флаг над Кремлем озаряется утренним светом. Наша Красная площадь у мира всего на виду. Перед важным решением приду я к тебе за советом. Перед звездной дорогой прощаться с тобою приду. Я тебе приношу и сомнения свои тревоги. Перед совестью мира в глубоком раздумье стою. На пороге зари, у грядущих времен на пороге. Ты возьми мое сердце и слушай присягу мою. Мы клянемся свято беречь с нами революционные борьбы, обогренные кровью отцов и матерей. Овеянные бессмертной славой незабываемые октябрьские дни, годы гражданской войны, годы мирных пятилеток и на фронтах отечественной войны. Мы клянемся с честью пронести ее в наше светлое завтра в коммунизм. И пусть наша горячая любовь к родной коммунистической партии, беззаветная вера в победу ее великого дела, будет залогом того, что никто из нас никогда не нарушит эту клятву. Клянемся! 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 На два месяца раньше срока дала чугун Челябинская домна, крупнейшая в Европе. 13-й съезд комсомола, проходивший в этом году, объявил наиболее важные стройки ударными комсомольскими. Эти ребята из Сумгаита с гордостью будут говорить. Мы работали на ударной комсомольской, строили завод синтетического каучука. В 58-м, по решению майского пленума ЦК КПСС, страна начала поход за большую химию, и комсомольцы были в первых рядах. Мы знаем, время работает на нас, оно подвластно нам. Молодые предельщицы из бригады Рожневой хотят жить и работать по-коммунистически. 58-й подходил к концу, но здесь, на Купавинской фабрике, на Курской магнитной аномалии, люди перешагнули рубеж времени. Многие из них уже работали в счет будущего года. В счет будущего года работали и в Марийском депо. Пришло поздравление машинисту Бажаеву. Он выполнил годовой план перевозок. Но, оказывается, поздравительное письмо адресовано другому Бажаеву. В депо трое братьев Бажаевых. И, согласитесь, их совсем не трудно спутать. Они и в армии служили вместе, полюбили один вид спорта и профессию выбрали одинаковую. Братья соревнуются, но не могут же все быть первыми. И вот Владимир Бажаев, обогнав братьев, умчался вперед, Оставив позади год пятьдесят восьмой. Нет выше долга, Жарче страсти, Стоять на том в труде любом. Спасибо, Родина, за счастье С тобою быть в пути твоем. За новым трудным перевалом Вздохнуть с тобою заодно И дальше в путь, Большим или малым. Ах, самым малым все равно. Она моя, твоя победа, Она моя, твоя печаль. Как твой призыв, Со мною следуй И обретай в пути И ведай За далью даль, За далью даль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok